видео журнал горячий мастер представляет печка чтобы выжить уважаемые зрители ко мне обращается очень много женщин которые пишут помогите нам выжить квартирах которых совершенно нет отопления как собрать печку даже женскими руками чтобы можно было хоть что-то обогревать я говорю что всегда можно найти старые бочки старая бочка хотя бы с одним дном бывают разные бочки и 200 литров и 100 литров и более чем 200 литров принципе подойдут любые нужна просто бочка с одним целым дном также нужно будет найти какую-нибудь негодную отслужившая срок свой ведро у которого тоже может быть дырка вместо дна или вместо ведра без дна можно использовать банку из подкраски с которой у которой можно с одной стороны выбить крышку а с другой стороны вырезать дно я расскажу что как собрать также можно найти комплект дымоходов как правило в трудной ситуации выручает водосточные трубы металлические это прекрасные элементы дымоходной системы главное чтобы они были металлические ни в коем случае не пластмассовые если вы найдете абсолютно целую бочку то верхняя часть с отверстием для так сказать слива жидкости вот это отверстие она пригодится это готовый выход для дымохода это место трогать не надо нужно будет просто вырезать одно отверстие через катона на которые вы будете ставить свои там кастрюли чайники главное чтобы это отверстие было не больше чем ваш самый главный чайник потому что вы это отверстие закажете чтобы вам побольше пропилили напильником мальчики инструментами из разрушенного гаража в принципе металл тонкий его можно и ножницами по металлу порезать но надо так сказать аккуратно отверстие прорезать чтобы оно было слишком не слишком большое через это же отверстие будет происходить протапливание этой печи потому что ничего больше дополнительно не нужно для того чтобы собрать правильную печь которая поможет людям выжить так вот значит вот эта печка если она большая вот обычная стандартная то она будет так сказать хорошо греть но она не сможет готовить вам пищу не скипятит вам чайник потому что она слишком высокая и огонь будет гореть это там на дне а если взять половину бочки использовать тогда получается из одной целой печи из бочки можно уже две печки сделать но половина бочки лучше подходит для того чтобы приготовить на ней пищу ну представьте что вот бочка внизу у нее пробивается отверстие но я как шучу чтобы палец большой на ноге большой палец чтобы пролазил в эти отверстия ну пробейте для начала 4 чем пробивать не спрашивайте меня придумайте чем пробить можно кусок арматуры и любую доску взять и колотить в одно место и все равно пробьется вот представьте что вот пробит у вас вот эти четыре отверстия есть отверстие для слива у бочки или вы пробьете отверстие которое будет размером меньше чем диаметр ваших дымоходов которые вы подберете из того что я вам говорю или чего-то похожего проделаете отверстие для того чтобы куда ставить чайник на огонь мы пока говорим про высокую бочку но вообще для готовки нужно использовать половину бочки вот сверху выглядит это вот так верхняя часть бочки может выглядеть вот так через большое отверстие будет подкладывание дров туда же кладутся дрова и в общем-то рожек происходит вот видите маленькое отверстие куда красная стрелочка показывает это место на которой встанет дымоход а большое отверстие это то место через которое подкидывают дрова и через как на котором готовят нужно также подыскать что-нибудь металлическое по размеру чтобы он было вам крышкой на то место где можно ставить чайник но когда чайник или кастрюлю убрана чтобы можно было закрыть листом металла это отверстие вот сейчас видите на бочке это отверстие закрыто этим куском металла именно металла больше ничего другого применять не нужно теперь мы ставим старое ведро на то место где у вас есть отверстие для слива топлива из этой бочки либо где просто вот вы делаете отверстие меньшего диаметра чем диаметр ваших дымоходов которые вы сможете найти это так сказать воротник который будет герметизировать эту печь с дымоходом видите внутрь вставляется этого ведра дымоход вот сейчас стоит печка на нем ведро без дна и в него сверху вставляется дымоход на отверстие который вы приготовите и все вот это вокруг дымохода засыпается обычной глиной или чем-нибудь похожим на глину такого грунта можно найти где угодно чтобы засыпать вот туда вот это все теперь получается ваша печь с дымоходом герметизированы и можете добавить еще один отрезок дымохода повыше если дымоход будет работать непосредственно на улицу дымоход надо закреплять потолку обязательно надо подвешивать чтобы он никак не сидел на печи то есть чтобы вес его был распределен где-то был где он привязан если вам нужно поставить колено чтобы вывести дымоход сторону набор колен я вам тоже показывал где можно найти тогда в этом случае вы также всю систему должны привязать к потолку ну всякими проволоками металлическими лентами чем угодно и в общем то вывести на улицу дымоход у вас уже все стоит и печь раз уже горит видите в отверстиях там пламя а видно если чувствуете что воздуха пламя недостаточно сильное когда вам надо можно добавить еще одно отверстие или еще парочку это вы должны методом проб уже делать чтобы понять сколько же отверстий в итоге нужно будет или пробить топором еще пару дополнительных отверстий если отверстия какие-то будут лишние это можно будет потом присыпать кучкой глины это отверстие чтобы она уже прекратила подачу воздуха и вы таким образом вы сможете регулировать эту печь но вот видите сейчас мы эту печь имеем с вами половинку короткую на ней удобно готовить пищу потому что пламя достает уже свои языками до поверхности печи поверхность печи горячие кастрюлю там у вас стоит на отверстие непосредственно на отверстие где через которое дрова подкидывают и можно поставить рядом чайник кружки кастрюли все что угодно как правило на эти места ставят казан втыкает в это отверстие что-нибудь такое или чугунок и в общем то туда и воду наливает кипятят и в общем то можно и не вынимать принципе его вот но подкладывание дров происходит через вот это вот отверстие еще раз скажу если вы хотите поставить такую печку в помещении где деревянные полы то вы должны набрать битых кирпичей выложите с ними вот с ними вот такой квадрат засыпать все щели между кирпичами глиной и повторить вот эту процедуру с переклёстом обломков кирпичей три слоя чтобы у вас было три слоя битого кирпича чтобы лежали так сказать как кладка кирпича это может сделать любой даже самый непонятливый человек чтобы у вас было три слоя кирпича проложенного просыпанного глины между собой лучше вообще на глиняном растворе сложить теперь сверху вы ставите на него печку засыпаете в дно печи и также глиной чтобы там было засыпано у вас где-то сантиметров 10 глины уже но чтобы отверстие ваши которые вы будете пробивать чтобы они были были выше чем это глина все засыпаете глины внизу этот будет дополнительно герметизации печи и снаружи вокруг печи все обсыпаете глины можете промазать глиной прям раствором глины и но еще присыпать сверху просто сухой глины таким образом мы полностью герметизируете печь от лишнего притока воздуха и таким образом в общем-то эту печь можно получить достаточно быстро и в принципе из того что можно найти я подобную вещь печь испытывал когда-то в молодости потому что нужно было обогреть людей просто так сказать на холоде на работах в поле и мы это собирали и она в общем-то прекрасно работает я всем дарю эту модель печи печь модель печи горячий мастер чтобы выжить обращаясь к тем людям кто будет эксплуатировать эту печь в жилых помещениях эксплуатировать дровяную печь без контроля постоянного бодрствующего человека запрещено бодрствующий бодрствующий человек должен постоянно смотреть как работает печь потому что может произойти какая-нибудь проблема с дымоходом и все жилье затянется дымом и можно угореть можно так сказать лишиться своей жизни обустройство таких печей возможно только в тех местах где происходит что-то экстраординарное то чего мы никогда в жизни не ждали то что сейчас имеется во многих областях украины и многие люди попросили меня спасти их и рассказать про эту печь я хочу предупредить что срок службы подобных печей из бочек очень непродолжительный и поэтому вы должны понимать что это тонкий металл может очень быстро прогореть и перед началом каждого нового дня перед использованием этой печи вы должны ее проверять вы должны ее обстукивать и смотреть не прогореть не прогорела ли печь самое рискованное место где печь может прогорать это где дымоход присоединяется к самой печи это место нужно разбирать и проверять все ли там нормально потому что еще раз повторю срок службы этой печи небольшой да я рассказал про эту печь и как ее обустроить тоже рассказал но я так волнуюсь за ваших детей пожалуйста если у вас будет возможность уводить куда-то детей в пункт обогрева то лучше ночевать там чем рисковать своей жизнью находясь всю ночь около подобных печей я очень волнуюсь и хочу чтобы вы соблюдали нормы предосторожности и да поможет вам Бог